Добрый вечер! 30 минут о наиболее заметных региональных событиях сегодня 15 января. Вот некоторые темы этого выпуска. 40 овец, 4 ковровые и 20 кур. Фермер из Ферзиковского района стал обладателем областного гранта. У нас никогда не было никаких таких разногласий, очень серьезных. Не только супруги, но друзья и единомышленники Читавдеевых отмечают 50-летие совместной жизни. Оркестровое исполнение композиции легендарной ливерпульской четверки. Муниципальный камерный оркестр Кадню Битл готовит музыкальный сюрприз. А теперь эти и другие темы более подробно. Повышение пенсионного возраста в России не предполагается, сообщила сегодня вице-премьер России Ольга Голодец. Ее слова приводят РИА Новости. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает необходимым вернуться к обсуждению вопроса о пенсионном возрасте для балансировки пенсионной системы. Ольга Голодец отметила, вводится добровольное стимулирование более позднего выхода на пенсию. Новая пенсионная формула предполагает, что человек, обратившийся за назначением пенсии только через 5 лет после достижения пенсионного возраста, увеличит размер страховой пенсии на 45%, фиксированные выплаты на 36%. Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин – 55. Для разъяснения нюансов специалисты регионального представительства пенсионного фонда проводят личные приемы. В прошлом году за советом к ним обратилось около 2,5 тысяч человек. Самые актуальные вопросы касаются размеров выплат, использования материнского капитала и распределения взносов. Написать заявление для перечисления накопительной части в негосударственные пенсионные фонды решились немногие. Остаться в государственной системе страхования предпочли более 90%. Возможность выбора продвена на год. Еще один актуальный вопрос – появление пенсионной формулы. В будущем пенсия будет рассчитываться не в деньгах, а в баллах. Чем больше зарплата и стаж, тем больше сумма. Формула будет применяться не только для будущих пенсий, но и перерасчета уже существующих. Размер выплат это не уменьшит, уверяют специалисты. Никаких уменьшений в принципе не может произойти. Даже если стоимость этого балла или количество баллов по старым трудовым книжкам окажется. Чтобы расчеты дают меньшую, чем сегодня гражданин получает пенсию, мы оставляем пенсию, которую получает гражданин. Но предварительные расчеты показывают, что будет в большинстве случаев происходить небольшое увеличение пенсии действующих пенсионеров. Записаться на прием к врачу в детскую городскую больницу экологии теперь стало возможным также и на сайте государственных услуг. Кроме того, попасть к медикам узкого профиля можно только с направления имуческого врача. Предполагалось, что эти меры помогут сократить время ожидания пациентов. Однако, пока больше недовольных. Мнение пациентов и врачей в репортаже Ольги Золотиной. Утомительного ожидания в длины очереди в регистратуру можно избежать звонком или несколькими кликами. Интернет-пользователи призывают записываться на прием на едином портале государственных услуг в разделе Министерства здравоохранения. Правда, список предложенных специалистов невелик. Педиатр, терапевт, стоматолог и гинеколог. К остальным попасть можно будет только после консультации с участковым врачом. Это сделано для того, чтобы разгрузить очереди к медикам узкого профиля. Захотел, когда заболела у ребенка голова, пойду к неврологу. Или, например, ухо заболело, пошел к лору. Теперь уже к лору так просто не попадешь. Ну, идти к своему врачу. А он уже будет решать, есть необходимость в направлении к узкому специалисту. Либо он будет этим заниматься лечением сам. Тяжелые минуты ожидания для маленьких непосед и их родителей. У лоров или неврологов нагрузки станет меньше. Но очереди все равно растут уже перед кабинетами педиатров. Это ужасно. Потому что еще отсиживать очередь к педиатру, а потом к специалисту. Особенно если ты пришел с ребенком, то спустя час все, ребенок уже профилит. Невозможно будет сидеть на месте. Вот, пожалуйста, результат. Грустно, потому что мы живем в Амстехе. Если заболел доктор, то приходится ехать на машине или на такси сюда. Записываться на прием без очереди. Сидеть в очереди, ждать через одного, чтобы зайти. То есть, получается, ребенок может быть и с температурой. Популярность у пациентов, даже несмотря на логичное повышение зарплаты, не рады и сами педиатры. Чтобы принять всех желающих, уделив им хотя бы 10 минут, приходится задерживаться после трудового дня. Оплата не так важна. Уже хочется нормальных условий работы. Достаточного времени для пациента. Вот чего нам уже хочется. За три часа приема мы должны принять 15 человек. А мы-то принимаем по 30. По 30. А бывает и больше. Поэтому я не знаю, как мы будем еще направление писать специалистам. В какое время? Дополнительное, наверное, только если. В Калужской детской больнице в итоге нашли компромисс. И пополнили список доступных специалистов. Правда, уже через обычную регистратуру, помимо стоматолога и гинеколога, без направления можно записаться еще к хирургу, травматологу, офтальмологу. Врачи подчеркивают, что прием маленьких пациентов и вызов на дом участковых педиатров будет вестись, как и в прошлом году, 7 дней в неделю, включая выходные. Ольга Золотина, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИКТВ. Калужский губернатор Анатолий Артамонов занял первое место в рейтинге информационной открытости среди глав субъектов Центрального федерального округа. Как сообщает Интерфакс, медиарейтинг подготовлен Национальной службой мониторинга на основе коэффициента информационной открытости руководителей регионов за декабрь 2013 года. Добавлю, что в целом по России Анатолий Артамонов на 10 месте. В ноябре он занимал 34 строчку рейтинга. По словам руководителя Национальной службы мониторинга Артема Булатова, регион, который часто приводится в пример как наиболее успешный с точки зрения инвестиционной привлекательности, теперь подтягивается и в информационном плане. Жители обнинских домов бьют тревогу. Их дворы превращаются в мусорную свалку. На 18 подъездов всего 3 контейнера, которые вывозятся нерегулярно. Управляющая компания с говорящим названием «Комфорт» выдвигает свою версию невыполнения обязательств. Власти в курсе. Однако ВОЗ и ныне там. В ситуации разбирались наши обнинские коллеги. Вот такие весьма неприглядные виды открываются с окон домов по проспекту Ленина. К нам обратились жители дома номер 200. Говорят, что мусоровоз последний раз здесь видели накануне новогодних праздников. Самое страшное, что эти долголежащие свалки становятся причиной появления не только неприятного запаха и вредителей, но и возникновения пожаров. В месяц, наверное, раз, ну может быть два вывозятся. А за это время накапливаются вот такие горы, причем здесь везде. Жаловались, говорили. То у них лимит по вывозу, то у них нет того, другого. А дело это чревато тем, что уже два раза тушили. Потому что кто бычок кинет, кто что. И пожарку вызывали, и сами своими средствами тушили. Раньше вывозили каждый день, а сейчас с Нового года вообще не вывозили. А на праздниках? На праздниках не вывозили вообще ничего. Вот. Это ужас, что творится. Такие картины можно наблюдать у каждого подъезда, причем не только домов на проспекте Ленина. Жители улиц Королева и Звездная также недовольны несвоевременным вывозом мусора. К нам обратились жильцы одного из домов. Здесь на 18 подъездов установлено всего три контейнера, которых, разумеется, не хватает. С просьбой разместить здесь еще пару баков, хотя бы для того, чтобы отходы не были разбросаны на дороге, горожане обращались не только в свою управляющую компанию «Комфорт», но и писали обращение в администрацию Огнинска. Однако ответы от чиновников приходят неудовлетворительные. Нам пишут, что убирают каждый день, «Комфорт» осечает в письме каждый день. Неправда, не каждый день. Вот праздники, например, убрали 29 декабря, да, и только вывезли позавчера. И не весь, а вывезли часть, все остальное за контейнера засыпали. Этот дворник хорошо здесь оказался, он убрал, и ровно поставили контейнера. В 2011 году я была у Лежнина, по этому поводу подписано было огромное письмо, значит, да, что у нас здесь вот такая свалка. Лежнин, и что надо добавить контейнер. Он сказал, и написал мне ответ через несколько дней, что контейнеры по норме. Все, кто вычислил эту норму, кто их составлял. Откуда они взяли, что три контейнера на 18 подъездов, на наших, которые сюда носят, откуда взято, что это норма, я не знаю. Сама руководитель «Комфорта» Ольга Наумова говорит, что старается делать все от нее зависящее. Крупногабаритный мусор вывозится, как и положено, раз в неделю. Другие отходы не ежедневно, но тоже убираются. Причина отклонения от графика в перевозчиках, которые не хотят трудиться за предлагаемые им суммы. Перевозчик перед Новым годом предупредил за три дня, сказал, что больше вывозить не будет, потому что то, что они нам выставляют начисление за вывоз бытовых отходов и за утилизацию, три раза превышает ту плату, которую мы начисляем населению согласно тарифу. Нам сейчас пришлось взять в рассрочку спецтехноцентра мусоровоз. Сейчас мы возим своим мусоровозом. Этот волнующий граждан вопрос неоднократно обсуждался на рабочих заседаниях в администрации города. Мэр убежден, что несвоевременный вывоз мусора вина руководителей УК, которые просто-напросто не справляются со своими обязанностями. Александр Авдеев предложил накладывать штрафы на их руководителей с последующей подачей судебного иска для поражения в правах. Глава администрации города также напомнил, что если жителей Обнинска не устраивает работа управляющих компаний по уборке территории, можно обратиться в муниципальное предприятие коммунальное хозяйство. Элона Микотина, Антон Кузьмин, телекомпания «Крылья». Гаражный кооператив «Заря» в Калуге по-прежнему на краю пропасти. Напомню, несколько дней назад там произошла поломка канализационного коллектора. Для устранения неполадки рабочим пришлось выкопать огромный котлован, так как трубы залегают на глубине 12 метров. Несколько гаражей оказались у края котлована. Возникла угроза его обрушения. В настоящее время поврежденный участок уже заменен. Ведется ремонт канализационной камеры. Представители водоканала пообещали, что в завершении работ дорожное покрытие будет восстановлено, а все жалобы собственников гаражей обязательно рассмотрены. В случае, если возникнут какие-то претензии у собственников этих гаражных боксов, естественно, они будут рассматриваться и, конечно же, в установленном законном порядке. Водоканал будет тогда восстанавливать то имущество, которое было повреждено. Мы не оставим эту тему без внимания и будем сообщать вам о ходе ремонтных работ. Калужская область выиграла конкурс агентства стратегических инициатив, получив звание региона ментора, то есть наставника в рамках всероссийского конкурса по внедрению дуального образования. Сообщил на брифинге, посвященном итогам прошлого года, руководитель представительства агентства в ЦФО Виталий Еремеев. Сейчас большое внимание уделяется поддержке образовательных и социальных проектов. В Калужской области это подготовка кадров для авто- и фармацевтической промышленности по дуальной системе, когда теория подкрепляется практикой на предприятиях. Также не ослабевает работа по улучшению инвестиционной привлекательности региона. Мы готовы к сотрудничеству, мы готовы рассматривать бизнес-проекты, которые могут предлагать бизнесмены, которым необходима поддержка. Это можно сделать через наш сайт оси.ру, с нами проконсультироваться, можно подать заявку. Как я сказал, мы оказываем административную, информационную и сейчас уже со следующего года начнем оказывать финансовую поддержку для таких достаточно крупных проектов. Фермер из деревни Зудна Ферзиковского района стал обладателем областного гранта для поддержки начинающих фермеров. Сергей Аганиев в животноводстве более 20 лет работал зоотехником в местном совхозе. В прошлом году стал фермером, официально оформил крестьянско-фермерское хозяйство, на развитие которого и получил грант. На что пошли казенные деньги, увидела Олеся Утятникова. Охапки сена и ведра чистой воды каждое утро фермер-одиночка Сергей Аганиев спешит покормить и напоить своих овец и баранов. За фермером бегают по пятам, как за родным. Он знает, как обращаться с животными. Коровы, овцы и куры жили у фермера всегда. Привык здесь, сожжить деревни, поэтому не хочется куда-то уехать и заниматься здесь. Когда-то в подсобном хозяйстве до иных коров было больше, и хрюка не раздавалась. Сейчас фермер свиней не держит. Только 4 коровы, 40 овец, 20 кур. Но развивать ферму надо, так что грант оказался очень кстати. Ну, конечно, это надо с самого начала, потому что без средств, без денег ничего не делает ни один фермер. Поэтому нужно первоначально какие-то деньги, чтобы купить технику. Без техники тоже, сами знаете, еще не получится. На технику этих денег хватило более чем. Сумма гранта 1 миллион 400 тысяч рублей. За 250 тысяч отремонтировал дом, вставил пластиковые окна и починил крышу. Старый трактор отправил на пенсию, теперь фермер осваивает новую технику. Пресс-подборщик 145 и трактор Беларусь. Фермер сам себе хозяин и сам себе работник. С хозяйством справляется в одиночку. На оставшиеся деньги весной купят 8 коров. А в ближайших годах количество буренок увеличится до 40. Олеся Утятникова, Тимур Вороной, Дмитрий Куницын, телекомпания НИКО-ТВ, Ферзиковский район. Список официальных мест для крещенских купаний опубликован на сайте управления МЧС. Всего по области их 27. Больше всего 4 в Жуковском районе, по 3 в Козельском и Сдержинском. Жители областного центра в Каищенскую ночь смогут окунуться на сероводородных озерах и в купели святого источника в деревне Калюпаново. В Омнинске ежегодную оздоровительную процедуру можно будет принять в проруби на реке Протве. Спасатели призывают всех соблюдать осторожность. Обязательно взять с собой горячий чай, полотенце и теплую одежду. Окунаться лучше всего, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов. Зимнее плавание противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях. Как сообщили в городской управе, в Крещенскую ночь до святого источника Святой Тихоновой пустыни будет ходить автобус. От сквера медсестер он отправится в 9 и 11 вечера, а также в 0.50. Обратный рейс в 22 часа, 10 минут первого и по окончании службы это около 3 часов. Рекомендуемая стоимость проезда 30 рублей. Ну а погода обещает на Крещение не подвести. Аномальный для зимы бесконечный плюс меняется на устойчивый, даже превышающий норму минус. Благодаря мощной адъекции холодного арктического воздуха в выходные нас ждут настоящие крещенские морозы. По предварительным прогнозам, в субботу и воскресенье температура воздуха ночью минус 13, минус 18, местами до минус 23. Днем минус 9, минус 14. Такая температура на 5-7 градусов будет ниже климатической нормы. 12 января их торжественно чествовали в Калужском ЗАГСе. Чита Авдеевых отметила золотую свадьбу. 50 лет в законном браке. Александр Тимофеевич и Татьяна Николаевна познакомились в Калуге в 1963 году, а в 1964 стали мужем и женой. Тайны счастливой семейной жизни в материале Олеси Утятниковой. Кремовый цвет, фасон под фигуру, под молодость, под возраст. Я была, конечно, очень изящная тогда девушка, так что все было очень хорошо. Почему была? Такие ускользающие для мужского внимания мелочи, как цвет платья невесты, в памяти ветерана семейной жизни Александра Авдеева свежи до сих пор. Свою жену он узнал из тысяч. Секретарь горкома комсомола среди многих комсомолок свою единственную приметил сразу. Приехал по делам в Людиного и понял, что влюбился. Вечер был прекрасный, день прекрасный. Вот эти манифестации, митинги, посещение трудовых коллективов, встречи. Ну и наконец-то народ угомонился, кого где расцелили по общежитиям, по гостиницам. Ну а что делать с секретарем первым? Ну, слава богу, все уснули. И иду вдоль берега, по реке, как, озеро Лопать там, да? Лопать, да. Иду, хоть отдохну, немножко воздухом подошел перед сном. И там идет вот Татьяна, которую я часто видела с президиумом в зале. И тут она, вот она. Тогда в Калуге начали строить музей космонавтики. Предложение Татьяны объявить проект молодежной стройкой горком комсомола встречает на ура. На стройке космического объекта они поняли, друг без друга жить не могут. 11 января сыграли свадьбу, душа в душу живут уже 50 лет. У нас никогда не было никаких таких разногласий, очень серьезных, чтобы вот сказать, что все, я ухожу, ну я это самое, ты мне не нужен. У нас этого не было вообще за 50 лет никогда. За 50 лет двое детей и двое замечательных внуков. В спальне семейная фотохроника. На снимках несколько поколений. Кадры детства обоих супругов, их дети и родители. Здесь и мама, и папа, и я сама. Так, ну это у нас просто картиночки, а вот здесь фотографии. Другие комнаты в цветах и подарках многие еще не успели разобрать. Свои поздравления семейной паре передали губернатор, городской голова и управление социальной защиты. Юбилей отмечали торжественно в кругу семьи и близких друзей. Мы с ними знакомы больше, чем 50 лет. У нас вот такие друзья. Причем две пары из этих друзей, они уже отметили золотую свадьбу. Им уже по 53 года, представляете? Никто не разводился, никто не менял партнера. Вот все у нас такие вот надежные, очень хорошие друзья. Не только супруги, но друзья и единомышленники. Некогда лейтенант, а теперь генерал-майор налоговой полиции Александр Авдеев продолжает работать. Дома каждый вечер его ждет любимая жена. Супруги ведут здоровый образ жизни и готовы к рекордам. Бриллиантовой свадьбе. Олеся Утятникова, Сергей Фондиков, телекомпания НИКО-ТВ. А в галерее Калужского дома музыки открылась экспозиция работ Юлии Просецкой «Отражение». Автор, лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. Участник крупных выставочных проектов в Москве. А вот в родном городе в Калуге персональная выставка Юлии проходит впервые. Более двухсот работ, в которых отражение всего того, что происходит в ее жизни. С художницей и ее картинами знакомилась Ирина Журавлева. Большой масштаб и серьезные задачи. Крепкие работы, написанные на первый взгляд мужской рукой. Здесь и крупные пейзажи, и социальная тема, и производственная, и психология. В некоторых картинах прослеживается суровый стиль. Это произведение человека, полностью погруженного в профессию и ищущего. Когда видишь автора, видишь перед собой совершенно юную, нежную, прекрасную, женственную девушку. Я понимаю, что, оказывается, есть характер, есть очень такое жесткое мужское стремление к овладению профессией. Это большая редкость, потому что, как правило, женщины уходят в некий такой салонный вариант, для того, чтобы их искусство было востребовано. Юлия не столько живописец, сколько, говоря на профессиональном языке художников, картинщик. Ей важен не столько цвет, сколько образ и мысль. Один из главных вдохновителей автора – ее маленькая дочь Анастасия, героиня многих работ, представленных в экспозиции. Эту работу я создавала достаточно долго, много ее вынашивала, и я действительно думала, что она уже ее остановить, и она мне не пойдет. Таинство самое. Хотелось показать, как будто бы все святые присутствуют тоже вместе с нами на картине. Как бы я их сделала практически, как будто они тоже живые и тоже присутствуют. Большая серия работ, представленных на выставке, носит название «Отражение». Тема, которую Юлия разрабатывает уже несколько лет – пейзажные или рубанистические мотивы в отражении чего-либо, витрин или окон, и потому возникают совершенно иные аспекты, иное преломление света, изображение, иное восприятие реальности. Это в Москве. Я увидела здание, здание Букоила на чистых прудах. И как бы по-своему я его решила изобразить так. Напротив этого здания просто там старые дома, которые отличаются архитектурой. Я хотела современные, сопоставить, соединить со старым. Рисовать Юлия начала еще в дошкольном возрасте. Потом, как и положено, была художественная школа, колледж культуры, далее Суриковский. Выставка «Отражение» – это подведение итогов определенного жизненного этапа и начала другого, главным в котором будет по-прежнему поиск. Ирина Журавлева, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. А вот эти музыканты настолько популярны у себя на родине, что название их песен присваивают улицам родного города и даже блюдам в местных кафе. Завтра – Всемирный день Битлз. Почитатели известной легендарной Ливерпульской четверки в Калуге также готовятся к этому событию. Сюрприз от муниципального камерного оркестра. На репетиции побывал Сергей Романов. Сейчас типа банджо сделаешь 2 до 2, до мажор ты держишь, да? Раз, два, три, четыре, пять тактов до мажор. Потом раз, два, три, четыре тактов соль мажор. Потом опять до мажор третий. Ну, сейчас послуху поймем. Вот так и никак иначе. Обычная электронная гитара на время трансформируется в экзотическое банджо. Муниципальный камерный оркестр готовится ко дню Битлз. Как объясняет руководитель Гарри Азатов, сделать переложение композиции Ливерпульской четверки на оркестровое исполнение, в общем-то, несложно. Это, прежде всего, очень ответственно, потому что это делало очень много людей, иногда очень хорошо. И я сам слышал в симфоническом оркестре у Светланова, как это было здорово сделано. Это был концерт, освященный как раз творчеству Битлз, и там выступал симфонический оркестр, и были солисты и так далее. Как раз выбор палитры, красок, оно тоже накладывает определенную ответственность, потому что там, где три гитары, там немножечко проще. Эти музыкальные мотивы знакомы каждому. Даже те, кто не может назвать себя битломаном, уж точно хоть раз, но слышал песни про желтую подводную лодку, безымянную девушку и про вчера. Именно эти композиции отрабатывают участники камерного оркестра. В свое время молодой Азатов не мог не слышать Битлз, и хотя заядлым поклонником их творчества не стал, все же песни Ливерпульской четверки оказали определенный влияние на становление Гарри Владимировича, как музыканта. На каждого что-то так или иначе влияло, который слышал вокруг себя песню, вокруг себя интонации. Ведь по работе Асафьева, ведь мы же не можем с потолка брать интонации, которые падают откуда-то. Они по мере того, как мы растем, они заполняют нас, запоминаются, и потом мы к ним же апеллируем. Чистовое исполнение песен легендарной четверки в кавер-версии камерного оркестра можно будет услышать во всемирный День Битлз 16 января. В студии появился мой коллега Николай Егоров, значит пришло время спорта. Николай, здравствуйте. Скажите, есть чем порадовать калужан? Конечно, главная победа на самом деле в активе нашей телекомпании, команды нашей телекомпании. Об этом буквально через несколько секунд. Успешно выступила на минувших выходных команда «Калужаночка». Наши девушки, выступающие в национальном чемпионате по мини-футболу, после неудачи в одном из поединков с командой Смоленской области, добились убедительного успеха Фокина. Местные футболистки ничего поделать с «Калужаночкой» не смогли. В итоге наша команда забила за два матча 21 мяч. Девять из них на счету капитана калужанок Ирины Никольской. А команда нашей телекомпании великолепно выступает в чемпионате Калужской области по мини-футболу. В активе Ники на данный момент 12 очков из 12 возможных. Телевизионщики в своем последнем матче одолели «Альянс» со счетом 3-1. На два очка от нашей команды отстает «Энергетик», одолевший «Сосинский импульс» СПЗ. Поединок закончился со счетом 2-1. Также пока не уступала в этом чемпионате команда «Золотые купола». На минувших выходных не оставившая шансов «Вилсе». В Калужской области становится все больше и больше спортивных объектов. В ближайшее время новый ФОК появится и в Боровске. Каким он будет, узнаем из нашего сюжета. Приготовление такого блюда, как подарок целому городу, дело хлопотное и небыстрое. Однако в умелых руках работа вполне может быть выполнена качественно и главное в срок. Строительство физкультурного комплекса в Боровске как раз такой случай. Подрядчики опытные и ответственные, администрация понимающая и готова идти навстречу. Работы начали в сентябре 2013. На данный момент завершен нулевой цикл строительства. Подготовлен фундамент и площадка. Следующий этап – возведение металлоконструкции. Объемы строительства практически все выполняются. На сегодняшний день освоено порядка 12 миллионов рублей. А вообще объем? Вот. А объем около 100 миллионов рублей всего объекта. Строители, подрядчики, я имею в виду, на наш взгляд, нам попал неплохой. Все точки соприкосновения они выполняют. Готовы работать и днем, и ночью. И, собственно говоря, готовы сделать подарок городу Боровску все-таки не в март 2015 года, а к дню города, это к середине сентября. Больным местом является согласование проектов различных этапов строительства. Причина этого – в несовершенстве законодательства. Другая проблема – обеспечение будущего ФОКа, электро- и теплоэнергии. Однако местная администрация и рабочая группа партийного проекта стараются сделать все возможное, чтобы помочь подрядчикам. Опыт, конечно, есть. Как правило, все те проблемы, с которыми сталкиваемся, они, как правило, одни и те же. Поэтому мы уже как бы немножко заранее, чтобы не наступать на одни и те же грабли, пытаемся как бы и подрядчика, и заказчика уже немножко, ну, скажем так, ориентировать на эти проблемы. Хотя они тоже о них знают. Поэтому эти задания, я думаю, где-то к 16-17 году в каждом районе Калужской области будет выстроен физкультурно-оздоровительный комплекс. Та задача, которую и ставил губернатор Калужской области. На данный момент ФОКи построены уже в 19 районах. Шесть из них по партийному проекту. Олимпийский год подарят калужским физкультурникам еще несколько спортивных комплексов. Причем Боровскому району повезет дважды. После райцентра ФОК появится и в Балабаново, да еще и с бассейном. Сергей Коробков, Александр Бурылкин, Никита Богадов. Телекомпания НИКТВ. Боровский район. И на сегодня у меня все новости. Спасибо большое, Николай. Ну что ж, мы благодарим вас за внимание. Впереди вас ждет прогноз погоды. До встречи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...